На теле убитой правозащитницы Ирины Ноздровской найдены следы ДНК задержанного накануне Юрия Рассашанского. Об этом журналистам сегодня сообщил первый замглавы нацполиции Вячеслав Амброскин. Он заявил, у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Рассашанского к преступлению, в том числе и возможное орудие убийства. Сам подозреваемый, со слов правоохранителей, свою вину признал. Это не спланированное убийство. Это стечение обстоятельств. Результаты проведения экспертизы ДНК на потерпевших были обнаружены частицы, которые принадлежат подозреваемому. Он свою вину признает полностью, он дал согласие на воспроизведение на месте, он полностью указал место и механизм нанесения телесных повреждений, который совпадает по своему характеру и который мы понимаем в результате проведения судебно-медицинского исследования. Напомню, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры. Виновником ДТП признали Дмитрия Рассашанского, сына подозреваемого в убийстве правозащитницы. Ирина пропала, я напомню, 29 декабря. Ее тело водолазы нашли спустя три дня в реке под Киевом, неподалеку от села Демидов. Уже 8 января правоохранители задержали Юрия Рассашанского. Взять под контроль расследование убийства Ирины Ноздровской требует от ГПУ общественные активисты. Сегодня они подали коллективное обращение к прокурорам, попросили информировать общественность о ходе следствия и рассказали некоторые детали этого преступления, которые им удалось установить самостоятельно. Мы с группой активистов, это 10 людей, работали все эти дни. Мы нашли очень много фактов. Все факты я вам не могу раскрыть, но мы нашли водителя маршрутки. Я ехала на... где, Ирина? Из Киева до Вижгорода. Да. Шуть моего заявления проконтролювати справу, яка сейчас ведется по Юрию Рассашанскому. Прокуратура действительно совершает процессуальный наблюдатель, когда общество это контролирует. Продолжение следует... Продолжение следует...